Здравствуйте! Здравствуйте! У нас сегодня особый сюжет, особый день. Давай за мной еще раз читаю. Здравствуйте! Здравствуйте! Наоборот, наверное, я. Здравствуйте! Здравствуйте! Я хочу поделиться своим философским опытом. В начале 90-х годов довольно крупное объединение в Российской Государственной Библиотеке выдвигают ключевое понятие антиэнтерапийной сущности жизни. Нет, сейчас Владос будет говорить. Да, все. О, пилорама пошла. Дворцовый комплекс в Лазенке. Это Варшава. На фоне этих книг. Где-то между Варшавой и Берлином. Идея Ильенкова о том, что... Когда мы начинаем читать... ...известную сказку Ганса Христиана Андерсона. Написана она в 97-м году. Называется она «Наш философский дом». Только там в виде снежного короля выступает Канн. Как ученый, как пророк. Писатель, художник. Мы с Алексеем Павловичем Козыревым, Юрием Михайловичем Кублановским, Владимиром Янсеном. Одно из основных направлений творчества Сергея Николаевича. Идея деятельности. Идея деятельности. И есть такая идея. Паша, мы пишем, я надеюсь. Если посмотреть на вашу книгу... Институт философии, конечно, может организовать какое-то исследование. Вот энциклопедию мы создали, мы слова создали. И тем самым, в общем-то, подорвав крестьянское хозяйство очень серьезно. Чем для них вообще была революция? Ну, для них разом. Что мы теперь называем западничеством, да? Да. То есть, фактически, в Российской империи... Продолжаем? Оскорбленные, униженные, обиженные, безземельные. Жаль. На тизер пошло бы. Потом Дурулин пишет брату. Ну, и на том ему спасибо. Да. Мужик прекрасно думает, что бабу мою обдурят, но рассказ о ней уже требует как бы отдельной передачи. Если интересно, можно посмотреть. По-моему, все. Нам две минуты показали. Съемки так съемки. До свидания. Всего доброго.